Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас на библейском портале экзегет. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами продолжаем читать книгу «Премудрости» Соломона. Мы читаем сегодня 12 главу. Как обычно, прочитываем несколько стихов. Я объясняю их и идем дальше. Итак, первые два стиха 12 главы. Нетленный ты дух пребывает во всем. Посему заблуждающийся ты мало-помало обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в тебя, Господи. Значит, о чем говорит автор? Что Бог пребывает среди людей. То есть Бог, несмотря на то, что не является частью этого мира, однако Он пребывает здесь. Здесь сказано, что не тленный твой дух. Это можно понять как указание на Святого Духа, можно понять на указание на Премудрость, которая тоже названа Духом. Но, скорее всего, автор хотел просто показать, что Бог духовно, как дух, пребывает среди людей. И здесь звучит очень важная вещь, что Бог пребывает не только среди евреев, но и среди тех, кто не знает Бога. И Бог действует среди этих людей, мало-помало обличая их, чтобы исправить этих людей. О чем здесь речь? Иногда меня спрашивают, ну вот нам, русским, европейцам повезло, потому что мы родились в православной стране, мы знаем о Христе, знаем Церковь. А вот как же те люди, которые не слышали о Христе? Ну и сейчас, конечно, очень сложно представить такую ситуацию, чтобы были люди, которые никогда не слышали о Христе. Потому что, наверное, самые какие-нибудь дикие племена, где нет никакого интернета, никакого телевидения, никакого радио, вот они, может быть, действительно не слышали о Христе. Ну и как бы, как вопрос формулируется, но вот эти люди никогда не слышали о Христе, как же они будут судимы и будут наказаны, если Господь милостивый, как Он будет наказывать тех, которые о Нем не слышали. Однако здесь в чем кроется ошибка? Да, до этих людей могли не добраться миссионерами, да, они могли не иметь какую-то возможность узнать о Христе, но Бог присутствует в этом мире. То есть Бог не где-то там далеко. Он как бы отдал все людям, вот вы обо мне проповедуете, а я там подожду. Нет, Господь действует, и Он действует своей благодатью среди всех-всех людей. И эта благодать действует на человека. Для чего? Для того, чтобы изменить его, чтобы он отступил от зла, чтобы он уверовал в Господа, чтобы он покаялся и пришел к Господу. Действие этой благодати, в богословии оно называется призывающее, она не прекращается в течение жизни каждого человека. и каждому человеку, где бы он ни находился, в каких бы диких условиях он ни жил, эта благодать Божия на него воздействует. Почему люди не откликаются на эту благодать Божию? А потому что они ей сопротивляются, и поэтому они не приходят к покаянию. Но те люди, которые услышали зов благодати, они откликаются и приходят ко Христу, приходят к Богу. Да, впрочем, когда мы говорим о каких-то диких народах, вот они не слышали о Христе. Лично меня беспокоит другое, или как бы вызывает другой вопрос. Вот люди, которые слышали о Христе, слышали о Христе не в течение одного раза, или двух-трех раз, а в течение десятилетий. И они слышали проповедь о Христе, и вдруг они отвергают Христа. А здесь что? Хорошо. Идемте дальше. Далее говорится о наказании, которое Господь посылал Хананеям. В 11 главе Бог наказывал евреев, прошу прощения, египтян. Здесь о наказании Хананелев. Так вознушавших древними обитателями Святой Земли и совершавшими ненавистные дела, волхований и нечестивые жертвоприношения и безжалостными убийствами детей и на жертвенных перах пожиравшим внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителям, убивающих беспомощные души, ты восхотел погубить их рукой у отцов наших, дабы земля, драгоценнейшей всех у тебя, приняла достойное население чад божих. Но их, как людей, ты щадил, послал притечимые воинства твоих шершней, дабы они мало-помалу истребляли их. Хотя и невозможно было тебе войною покорить нечестивых, неправедных, или истребить их страшными зверями или грозными словом в один раз, но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаяния, зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменит человеке. Итак, здесь говорится о том, что Господь наказывал хананеев, но наказывал он их по определенной причине. Обратите внимание, что земля, на которой жили хананеи, называется святой. Здесь стоит сказать, что земля святая не потому, что она имеет какие-то особые физические свойства, а потому, что эта земля посвящена Господу. Итак, Господь наказывает хананеев за что? За ряд нечестивых деяний, которые здесь перечислены. Благослования. Это колдовство. Нечестивые жертвоприношения. Что подразумевается под нечестивыми жертвоприношениями? Жертвы приносили все. Конечно, некоторые виды жертвоприношений, которые были у других язычников, были похожи на те жертвоприношения, которые совершали сами евреи. Какие-то жертвоприношения противоречили, они были другими, свиней приносили в жертву, или, может, рыбу сжигали. Но самое нечестивое с точки зрения евреев и Бога были человеческие жертвоприношения. Хананеи действительно приносили в жертву детей. И это не только рассказ Священного Писания, это подтверждают и другие авторы причем сами авторы язычники, и даже для язычников это было нерзко. И вот Хананеи приносили в жертву детей, причем не просто там чужих детей, а даже родители убивали своих детей. Убивая своих детей, они думали, что они получат какую-то награду от Господа. В пятом стихе упомянута тот грех, который вообще-то не был известен в Священном Писании о том, что на жертвенных перах пожирались внутренности человечки плоти и крови в неких тайных собраниях. То есть в этом точно не обвиняли Хананеев, не Священное Писание и другие авторы. Однако, что здесь можно сказать? Почему автор использует эти рассказы? Во-первых, среди некоторых языческих культов действительно был ритуальный каннибализм. Неизвестно, было ли это Хананеев, но вот у язычков это было. Еще здесь нужно упомянуть некие тайные собрания. Вот так как книга написана во втором веке, во втором веке появились то, что называют мистерии и некие тайные собрания, где собирались люди и на этих собраниях могли участвовать только члены этих собраний. И вот об этих собраниях достаточно часто шли разговоры, что на них совершалось поедание человеческой плоти. Об разных тайных собраниях говорили, и вот возможно автор воспроизводит эти тайные собрания. Христианство тоже какое-то время было тайным, но вот этот период закрытости был достаточно коротким. И уже можем говорить о втором веке, что скорее всего христианские собрания были достаточно открытыми и никаких тайных ритуалов не было. Тем более, так как христиан было много и христиане не шифровались и не прятались, не скрывали, что там происходило, то любой язычник мог узнать, что же происходило, когда выгоняли всех некрещенных. А вот те тайные собрания, о которых идет здесь речь, видимо, эти тайные собрания были действительно тайные и объединяли очень узкое число людей. И вот такой элитный клуб он естественно мог привлекать людей. И автор, говоря о том, что не ведитесь на разговоры этих адептов тайных собраний, потому что там может быть и вот такие вещи. Хорошо. Господь берет хананеев и их наказывает за вот это нечестие и наказывает, чтобы на их месте поселились евреи. Иногда задают вопрос, почему Господь повелевает истребить хананеев? Неужели Он так любит евреев? Господь взяв евреев, использует их как наказание для хананеев за их нечестие? Однако дальше автор говорит очень интересные вещи, которые необычны, потому что в книгах Ветхого Завета рассказывают немножко по-другому. Господь однако не послал евреев как ураган, которые могли бы истребить истребить всех и сразу. Господь все-таки щадил этих людей, потому что хананеи, несмотря на их нечестие, несмотря на их язычество, несмотря на их грехи, однако оставались людьми, то есть творением Божьим. И Господь их щадил. Чем щадил? Тем, что не сразу их истребил, а вот это как бы истребление шло постепенно. Может, для кого-то показаться так странным, но Господь, посылая какие-то наказания, посылая какие-то истребления, делал так, чтобы хананеи пришли в чувство. И здесь используется упоминание о шершнях. Значит, если кто видел шершня, то он представляет, что это за насекомое, и если вас когда-то кусал шершень, вы представляете какая-то боль, которая куда сильнее, чем у куса осы или пчелы. Но Господь посылал этих шершней на хананеев, а это откуда? Вот в самом Священном Писании, в книге Исход и в книге Второзакония говорится о том, что Бог обещает евреям, если евреи будут жить благочестиво в пустыне и исполнять его повеление, то Господь перед евреями пошлет шершней, которые будут истреблять их врагов, и евреям уже не придется там воевать. Этого не произошло. этого не произошло, евреям пришлось самим воевать, но вот здесь автор говорит об этих шершнях, как будто они были. Возможно, он обращается к какому-то медрашу или к какому-то преданию. господь постепенно истреблял этих нечестивых для того, чтобы они покаялись. Однако Господь знал, что они не покаются и никакие там изменения с ними не произойдут. вот здесь мы сталкиваемся с такой интересной коллизией, о которой достаточно часто говорится в Священном Писании, да и любой верующий с этим тоже сталкивался или когда-нибудь задумывался. если Господь все знает, то почему что-то происходит? Ну, даже такой вот вопрос. Если Господь знал, что человек падет, то зачем он там в раю сажал дерево с этими плодами? Зачем там вообще был создан человек, если Бог знал, что он падет? то есть некая нелогичность для нашего сознания. Бог делает что-то, но результат этого не приносит. Господь избирает еврейский народ, евреи сопротивляются в течение 40 лет Господу, каких-то в течение 40 лет, в течение столетий, а даже тысячелетий сопротивляются Господу. Зачем? Почему Господь не сделал так, чтобы люди отбирались или рождались и вырастали только те, которые были бы послушны его воле? То есть рождаются разные люди, одни послушны Богу, другие непослушны. Ну хорошо, есть же детская смертность, пускай останутся только те, кто будет послушны, а те, кто не послушен, они умрут. Такой вариант. Или еще каким-то способом, которым можно попытаться как-то это объяснить и сохранить и волю человеческую, которая должна выбирать между добром и злом. Ну и однако же сделать так, что люди бы выбирали только добро. Но Господь действует не так, как мы считаем, как правильно. Господь иногда делает те вещи, которые кажутся нелогичными и даже более того бессмысленными, однако смысл в них есть. Хотя бы даже педагогически, если мы берем эту историю. Да, Господь давал возможных хананим покаяния. Они не покаялись, и Бог об этом знал. Однако история гибели хананеев – это же ведь история, которая должна была предупредить других людей, что Господь может наказать. За что? За нечестие. В Ветхом Завете есть книга пророка Амоса, и вот в книге пророка Амоса рассказывается, как Бог посылает этого пророка к Израильскому царству и предупреждает, что за нечестие они будут истреблены. Как истреблены были хананеи, так и будут истреблены они. Хорошо. Читаем дальше. С 11 по 21 стих. «И без семи их было проклято от начала, и из неопасения перед кем-либо ты допускал беззаконность грехов их. Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему, и кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил, или какой защитник придет тебе с ходу отцем за неправедных людей, ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечения всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, кого ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь правильно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслужит наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господь судишь над всеми, располагает тебя щадить всех. Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществом и непризнающим тебя обличаешь дерзость. Но обладая силой ты судишь нисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество это всегда в твоей воле. Давайте здесь остановимся. Автор говорит о том, что ханании были прокляты от начала. Это отсылка к истории, которая произошла после опьянения Ноя. Как вы помните, когда Ной напился, его сын хам посмеялся над ним, и когда Ной просыпается, он узнает об этом и проклинает. И вот те люди, которые не читали Священное Писание, часто говорят, Бог проклял хама. Нет, Бог хама не проклинал. Хам не был проклят, был проклят. Ханаан. Почему Ханаан был проклят? Потому что Ной как пророк узнал, что будет с потомками Ханаана. Самое худшее, что могло быть среди людей, это сконцентрироваться ухо ханаанеев. Значит, дальше автор размышляет над всемогуществом Божиим и как бы задает вопрос, а почему Бог позволял быть грехом? Ну, это такой немножко странный вопрос, но для язычников он был, наверное, естественным. Ну, Бог позволял, чтобы были грехи, потому что он Бог, кого-то опасался. Конечно же, это не так, кроме Бога, нет никакого другого Бога. И дальше автор задает такие риторические вопросы, даже иногда для нас странные. То есть, вообще, а кто может выдвигать претензии к Богу? Чтобы выдвигать претензии к Богу, нужно быть таким же, как Бог, равным, равным, никто не может противостоять Богу, никто не может выдвинуть ему претензий, никто не может сказать, почему ты так поступаешь. Да, здесь автор говорит о всемогуществе Бога. Однако, начиная с 15 стиха, автор говорит не только о всемогуществе Бога, но и о праведности Бога. в данном случае он имеет ввиду, конечно, доброту Бога, что Бог управляет всем праведно, то есть есть какие-то принципы у Бога, которых Бог придерживается. Бог, конечно, силен, но он не пользуется своей силой безгранично и своевольно, то есть вот эти принципы в Боге есть, и он их придерживается. То есть если кто-то наказан, то он значит достоин наказания. В 16 стихе есть такая фраза «сила твоя с начала правды». Значит, там имеется в виду вот что, как бы ограничителем твоей силой является правда. То есть Бог не лжет, Бог придерживается правды, и вот это есть ограничение его силы. Бог является владыкой всем, всех, и из-за того, что он владыка всех, он щадит всех, потому что это принадлежит ему. значит здесь такой образ, ну чтобы было понятно. Представьте, вы хозяин ну там не знаю на участке. Вот. Этот участок вам принадлежит. Конечно, вы можете его там загадить, можете там не знаю сделать все, что хотите, но если вы понимаете, что это ваше, то вы будете заботиться о нем. Хотя, повторяю, вы имеете полное право как хозяин делать на этом участке что хотите. Но бог, как такой хозяин, он заботится о всех. Хотя он может делать все, что он угодно. Бог использует свою силу, чтобы показать свое всемогущество тем, кто не верит в него. и бог обличает тех, кто не признает его. Но господь в то же время милостив ко всем, кто признает его. Хорошо, читаем дальше. С 19 по 21 стих. Но такими делами ты получал народ твой, что праведно должно быть человеколюбивым, и внушал сынам благою надежду, ты даешь время, пока не во грехах. Ибо если врагов сынов твоих и повинных смерти, ты накажешь таким снисхождением пощаду, давая им время и побуждая освободиться от зла, то с каким вниманием ты судил сынов твоих, которым отцам ты дал клятвы и заветы благих обетований. Значит, здесь очень интересно использует автор библейскую историю. обращается к библейской истории и говорит, вот Бог наказывал язычников, Бог может наказать и евреев. Но с другой стороны, Бог наказывая, давал тем людям, язычникам язычникам, плохим плохим время на покаяние. Бог даст время на покаяние и для евреев. Последние слова автор говорит, но Бог милостив к своим врагам, насколько он милостив к своим детям. Хорошо, дальше автор возвращается к примеру из истории Египта и мы будем дочитывать 12 главу с 22 по 28 стих. Итак, вразумляя нас, ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляя твои благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования. Посему-то и тех нечестивых, которые проводили жизнь неразумений, ты истязал собственных их мерзостями, ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь подобными неразумным детям, и почитали за богов тех животных, которые и у врагов были презренными, посему как неразумным детям и в посмеянии послал ты им и наказание, но невразумившись обличительным посмеянием они испытывали заслуженный суд Божий, ибо что они сами терпели с досадой, тоже увидев на тех, которые считали богами и через которых были наказываны, они познали бога истинного, который прежде отрекались знать посему, и пришло на них окончательное суждение. Чему еще учит Божие наказание? Оно учит тому, что нужно быть человеколюбивым. Если бог есть отец, а хороший сын с точки зрения древней цивилизации, древней культуры, это тот, кто повторяет благочестие своего отца, то значит бог человеколюбив значит и чадо Божие тоже должны быть человеколюбивые. То, что бог наказывает, но наказывает милостиво, должно было научить евреев помышлять о Божьей благости и во время скорбей ожидать помилования. Дальше автор снова возвращается к той истории, которая произошла в Египте и знаете, как бы интересно описание десяти казней это всего там несколько глав. История войны с хананеями и история с дальнейшей противостояния евреев и хананеев это там не то, что несколько глав, это несколько книг. Почему автор вновь и вновь возвращается к Египту? Давайте вспомним, где была написана книга «При мудрости Соломона». Она была написана в Египте и поэтому понятно, что автор возвращается к египетской истории, потому что эта история все-таки актуальна для его читателей. Вот те боги, которые были во времена исхода, они остались и здесь же. Значит, те боги с этими головами чудовищ, они вот здесь и сейчас тоже стоят. И вот автор, возвращаясь вновь и вновь, он говорит, что почитали за богов и бог наказывал египтян с помощью этих священных животных. Причем самое интересное, что автор говорит, что страдали и идолы от этих животных. Об этом нету в пятикниже, но здесь на это есть ссылка. И вот как бы смотря на унижение их богов египтяне познали истинного бога, того, кого они не хотели знать. Понятно, что египтяне познали истинного бога, они, конечно, не пришли к поклонению его, но хотя бы они узнали, от кого они получили осуждение и за что они получили осуждение. Автор в этой главе все время подчеркивает, что бог хоть и наказывает, но наказывает за дело. Мы с вами прочитали двенадцатую главу. Мы были с вами на библейском портале Экзегет. Меня зовут Дмитрий Добыкин. Спасибо за внимание. До свидания.